У групповой работы всегда есть какая-то цель. Всегда. Это может быть цель, например, приобретения или получения какой-то новой учебной информации. Ученики работают в группах, они приобретают какие-то новые знания, работая совместно. Это может быть развитие умений анализировать. В этом случае понадобится совместная работа, понадобится командная работа, для того, чтобы помогать ученикам друг другу. Это может быть поддержка развития каких-то социальных навыков. Это может быть генерирование новых идей и так далее. И в зависимости от того, какой цели мы придерживаемся для проведения этой групповой работы на уроке, мы выбираем определенные методы групповой работы. И выбирая определенный метод групповой работы, мы выстраиваем этапы этой групповой работы. Это важно понимать, потому что если мы просто сажаем четверых детей в группу и говорим о том, что у нас групповая работа, вот задание, выполните его, это не совсем групповая работа. Это, в принципе, то, о чем я написала в публикации. Это, по сути, некая возможность совместно работать, то есть возможность использовать ресурсы другого ученика для того, чтобы выполнить это задание. Если это групповая работа, то у нее есть определенные этапы, которые начинаются с принципа, по которому образуются группы, затем определенная цель, о которой осведомлены все участники учебного процесса. Наши ученики должны понимать, почему проводится групповая работа, почему выбран такой метод. В этом случае они чувствуют свой личный вклад тогда, они чувствуют свою личную ответственность в этой групповой работе, а не перекидывают ответственность на кого-то другого. Далее, этапы выполнения этой групповой работы, каким образом составляется, может быть, какая-то отчетность, если речь идет о более старших классах, или каким образом будет представлен результат работы группам, по каким критериям будет проводиться оценивание и так далее. Это определенные этапы групповой работы, о которых участники и наши ученики, точнее, должны обязательно знать.